Всем привет, дамы и господа! С вами Тинта и мой друг Дима. Всем привет! В прошлый раз мы рисовали Соника, в этот раз мы будем рисовать Джокера. И мы приступаем. Начиная с того, что рисую примитивный скетч, как дети рисуют каляки-маляки. И затем уже начинаю накидывать туда текстуры. На Джокера мне нельзя смотреть, но на Бэтмена можно. Поэтому я туда вставил просто фотку Бэтмена. Накладываю на него текстуру, как будто он в каком-то трико. Дорисовываю кулаки. Теперь Джокер. Банально беру картинки из Шаттерстока. Я решил запечатлеть Джокера в тот момент, когда он получает люлей. Поэтому для его лица я искал фотографии бойцов в момент удара. Доделываю ему пиджак, все руки, пистолет, все это фотки из Шаттерстока. Крашиваю ему лицо. Был обычный боец, и тут же он превращается в Джокера всего лишь нанесением грима. У Бэтмена сейчас абсолютно какое-то дебильное лицо, поэтому я заменяю ему глаза и рот, дорисовываю перчатки. И теперь задний фон. Я взял такой статичный фон, улица, обычная ночь, типа Готэм-сити. И теперь самое интересное, частицы. То, что продаст эту картинку, это разлетающиеся в разные стороны слюни. И теперь все это нужно подчеркнуть динамическим освещением. Я делаю, как будто бы все в небольшом таком розовом тумане. Может быть, этот Джокер распылил какой-то ядовитый газ. Чуть больше хайлайтов на лицо, на руки, чтобы вся картинка выглядела более контрастно, более похожей на постер. Чуть еще меняю пропорции героев и все. Сейчас я начинаю делать набросок. Каким-либо образом хочу уловить черты лица Джокера. Далее я нахожу референсы Рембрандта и Энгра. И просто хочу сделать картинку, которая будет немного похожа на традиционную живопись. Начинаю заливать по основным цветам. Пока что я не вдаюсь в детали по гриму. Сейчас, когда я вижу, что картинка в целом сложилась, я начинаю рисовать грим. Я не помню, как накрашены у Джокера глаза в последнем. То ли синим, то ли каким-то серо-черным. Наверное, я буду даже ссылаться на прошлый фильм с Хитом Леджером. Сейчас я решил немножко вытянуть ему шею вверх, для того, чтобы он не был слишком сжатым. И финальным этапом я подсвечиваю ему лицо, немножко добавляю луч света, тем самым подчеркивая угловатость лица. Сейчас мне Тёма отправит свою картинку, и мне очень интересно, что у него получилось. Слушай, ты заморочился вообще. Выглядит круто. Я просто не понимаю, как ты буквально за три часа сейчас успел это нарисовать. По сравнению с моей картинкой, тут, мне кажется, проделанную работу намного больше. Ну да, видно, что ты взял пиджак с одной фотографией, руки с другой. Но это выглядит прикольно, и такое фиолетовое свечение. Ты опять себя, что ли, волосы натянул? Неа. Окей. Вот я так и думал, что ты возьмешь Джокера из последнего фильма, его образ. Офигенный фильм, мне очень понравился. После этого я, кстати, пересмотрел чуть-чуть Джокера Хита Леджера. Он тоже хорош, но почему-то бросилась в глаза его какая-то ненастоящность. Все-таки этот Джокер мне даже больше понравился тем, что он был настоящий. Ну, я так скажу, что этот образ, он просто настолько как бы тепло у меня отпечатался в голове после фильма, что, естественно, мне это нравится. Очень красиво нарисовано. Прикольным, прикольным, чувак. Но мое мне нравится больше. Вот так. Пишите в комментариях, какой Джокер вам понравился больше. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Скоро вас ждет много всего нового, интересного. А также накидайте нам, пожалуйста, в комментариях персонажей, которых мы можем обработать в следующий раз. И желательно хайповых, а не тех, которые были там миллион лет назад, которых никто не помнит. На этом все. Пока. Пока.